Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Первые слова, которые Господь обратил к слушателям, когда вышел на проповедь, были слова о покаянии. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Это начало христианской духовной жизни. Наверное, каждый человек слышал в своей жизни слово «покаяние». И когда в храм приходишь, то часто можно услышать от священнослужителей, и что человеку необходимо каяться. Но что же такое покаяние? Покаяние, прежде всего, это сожаление о проступке. Но если посмотреть, много людей о чём-то жалеют. Наверное, нет человека в жизни, который бы не жалел о чём-то, что он сделал неправильно. И человек даже может очень сильно сокрушаться, плакать. Но разве это является покаянием? Покаяние — это когда человек не только сожалеет о соделанном, но второе, что он делает, отвращается от греха, больше не повторяет его. И интересную мысль высказывает преподобный Марк Подвижник. «Нет иного столь же благого и милостивого, как Бог, но даже Он не прощает непокаившегося. Всё множество Божьих заповедей может свести к одному началу — покаянию. Мы осуждаемся не за множество наших прегрешений, но за то, что отказываемся каяться. Необходимо действительно покаяться по-настоящему. И когда человек осознаёт это, оставляет свой греховный путь, то следующий шаг — это добрые дела, которые заключаются в делах тех, которые человеку помогают приблизиться к Богу, встать ближе к Нему, чище и добрее. И в этом нам помогает Священное Писание. Прок Асия говорит «Обратись к Господу Богу твоему, ибо ты упал от нечестия твоего. Возьмите с собою молитвенные слова и обратитесь к Господу». То есть необходимо помолиться Господу об исправлении своей жизни. И преподобный Макарий Оптинский оставляет нас покаяние только тогда истинно, когда человек, в ощущувствии грехи свои, которые прогневал Создателя своего, оставляет греховные действия, сожалеет об этом и кается, и удостаивается прощению благодатью Христовую. А когда не оставляет через разрешение и не кается, а даже это опаснее всего чрезмерное и безрассудное упование на благость Божию, которое так же, как и отчаяние, в равной мере судится пред Богом. То есть если человек слишком надеется на милость Божию и думает, ну, я согрешил, потом Бог меня простит, это тоже большое осуждение. Необходимо всей души, от всего сердца разорвать этот уз греха, оставить его, возненавидеть грех и всей душой обратиться к Богу. И тогда человек может получить настоящее прощение Бога. И апостол Павел в послании Карифина говорит, «Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению». Тогда человек, он кается ко спасению, возненавидев грех, оставив его, и всей душой, вожелав быть другим, измениться, получает от Бога свою помощь и вразумление. Будем же, дорогие братья и сестры, в своей жизни, увидев свой грех, исправляться, положить начало покаянию. И преподобный Иосиф Оптинский говорит, «Каждый день и каждый час, клади начало к исправлению, и Бог милости, человеколюбие и щедроц, подаст нам руку своей помощи, как Петру, святому апостолу, утопавшему в волнах морских». Аминь. Аминь.